Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я встречался с парнем 12 лет назад. Один год встречались, очень яркие были отношения, потом разбежались, он женился, двое детей, я вышел замуж, родила дочку. Четыре месяца назад нашли друг друга в соцсетях, переписывали, он творился никогда не изменить жене, я сказал, что женатике для меня табу, у меня есть парень, с мужем я развелась. Он из города Иваново, работает в Москве, жена с детьми в Иваново. Когда мы встречались, все табы посыпались, начали встречаться, он говорил очень красивые слова, как он все это время только любил меня и сейчас безумно любит. Были не только слова, были поступки, были дорогие подарки, было видно, что он не может без меня. Через месяц отношения решил разводиться, поговорил с женой, она сказала, что вызвать дочку в Молдавию, что она идет, а дочку очень любит, поэтому оставил все как есть. Каждый свободный минут мы были вместе. Позавчера он неудачно пошутил, понял, что обидел меня, извинился, но мы поругались. Он сказал, что все, мы надоели обиды, еще много чего неприятного наговаривали, я сказал, возвращаясь в семью. Ааа, хороший левак, левак укрепляет брак, и все у вас будет супер. Ты был временный, его как подменили, он стал кричать, хотя раньше никогда голоса не повышало, обзывал. Все это было сказано с горячей на эмоциях, еще и алкоголь. В итоге он дряснул, пошел отварь, вот как можно так переключиться и изменить, из ласкового, доброго, любящего, продавцового психа. Я просто не понимаю, как так можно. Еще заблокировал меня, хотя я не собрался написать. Ранее мы ссорились, он первый шел милиции, извинялся, что был неправ. Сейчас второй день он молчит и даже не извинился. Я хочу написать, привыкл к нему, еле, сдерживаю себя, чтобы не написать. Обидно для слез, это и есть от любви до ненависти один шаг. Нет, Наталия, это не от любви до ненависти один шаг. Это, я бы сказал, история про то, что два человека, у которых, ну, очевидно, да, есть, так скажем, некоторые трудности в жизни, вот, просто нашли костыли, вот. Он нашел костыли, ну, в виде вас, вот, простите, если вам это неприятно, но в данном случае, к моему большому сожалению, это правда, вот, все в лице вас, а вы нашли костыль в лице него, вот. Понимаете, ведь, парадоксально, но факт, если вы, если вы разбежались тогда, то надо были причины, и за 12 лет люди, конечно, могут измениться, но на это нужно время, вот. А вы, судя по всему, отчаянно нуждались в той яркости, ну, яркости отношений, яркости чувств, эмоций, эмоциональности, которая у нас была, но, как бы, самостоятельно, а для этого, на мой взгляд, вы не сделали, не сделали ничего. То есть, вы хотите, эм, чтобы у вас была, э, ярко, э, насыщенная жизнь, ну, вот, то, что вы пишете, да, э, значит, очень яркие были отношения, вот это то, в чем вы нуждаетесь в ярких отношениях. Ну, вопрос, э, какая вы в этих ярких отношениях, судя по тому, что вы описываете, в ярких отношениях вы человек, который не принимает, э, решения за свою жизнь, не берет личной ответственности, имеет, э, ну, натурально, э, э, довольно завышенные ожидания, вот. Э, почему я так решил, э, все очень просто, потому что вы, вы сказали о том, что он извинился, но вы поругались, так сказать, как бы, получается, что, э, э, с одной стороны извинений вам, как будто бы было мало, с одной стороны, с другой стороны, а вы немножечко, э, не улавливаете, э, э, свой склад в, э, ссору, потому что, говоря, мы поругались, как бы, э, ну, не совсем, э, здесь, очевидно, очевидно, а вы-то какой склад сделали, э, э, для того, чтобы эта ссора стала возможной, это раз. А, второе, эта ссора у вас уже не первая, как вы пишете, но он, он всегда шел, и шел, извиняется, значит, конфликты были на регулярной основе, и, соответственно, опять возникает вопрос про вашу ответственность за эти конфликты, потому что конфликты, э, происходят по обоюдной ответственности, заметьте, я говорю слово ответственность, а не вина, подчеркиваю этот момент. Так же, вы развелись с мужем, и, э, э, это не могло на вас не сказаться. Это и определенные аспекты в, э, в вашем поведении, э, личностном поведении, э, гендерном поведении. Вот, э, развод, э, это травма, но вы же выбрали себе, вы же выбрали мужа, да, вы же, э, состоялись с ним в отношениях, ребёнок у вас даже от него есть, а потом вы просто взяли и расстались с ним, вот. То есть, как-то так получается, что прочные, надёжные отношения вы выстроить не можете. И то, что вы сказали вашему парню, это, чем-то, э, говорит о том, что вы не очень внимательны к себе. Сказали вы, если вы не помните, я напомню, э, сказали вы про него, что ты временный, но не про себя, не про свои чувства. И вам бы по-хорошему посмотреть, а в чем конкретно вы себя завершиваете, э, что такое ваши чувства к, э, парню? Любовь ли это? Прямо-то мне кажется, что нет. Вот, давайте обратим внимание, вот, ещё наше право. Э, значит, вот вы говорите, знаете, для меня дабу, у меня есть парень, когда встретились, все дабы посыпались. Как, таким образом? Каким образом это произошло? Ну, то есть, вы просто говорите, что все дабы посыпались, и всё? Значит, получается, что, что у вас нет, э, своей чёткой позиции? Ну, получается, получается, что вы не можете таким образом последовательно продвигать свои интересы, а это важно. Э, начали встречаться, говорили красивые слова, как он меня любит, и так далее. А вы, вы его любите? Вы его любите. Вы говорите, он меня не может. Понимаете, вот такое ощущение, да, что вы боитесь автосформирования здесь. Э, далее, вы принимаете, что он не разводится со своей женой. Хотя говорите, что жена теперь не дабу. Вот. Далее, после вчера он неудачно пошутил и понял, что обидел меня. Вот здесь важный момент, потому что не он вас обидел, а вы обидели. Это ваш выбор следовать деструктивной модели своего поведения. То есть вас как-то задело, а вы, там, не начали перекладывать ответственность на него. Ну, и, конечно же, вы боитесь, что он вас бросит. Особенно после того, как он не захотел разводиться. Вот. Я бы сказал, что у вас такое, знаете, потальная, глобальная придатность во себя. Вот. Ну, вот не слышите вы себя от слова совсем. Это очень печально. И с этим, в первую очередь, нужно работать. С этим, в первую очередь, нужно работать. И это, в первую очередь, нужно корректировать. Чтобы у вас не было противоречий в позиции. Чтобы у вас было, чтобы вы слышали себя, чтобы вы оставались изверны в себе. Чтобы от вас зависела ваша жизнь, а не от того, кто рядом с вами. Вот. Чтобы вы умели конструктивно вести разговор даже на сложную тему, а не переходить к классической, ну, к классической истории. Обвинения, там, и так далее. Понимаете, да? Вот. И это очень важно. История. Это очень важно, наверное. Как мне кажется. На которые вам нужно обратить внимание. А не интересоваться, соответственно, от любви до ненависти один шаг. Я, честно скажу, не уверен, что парень вас любил. Люди часто путают с любовью вещи, которые с ней не связаны. Ну, вот именно, подменяют, как бы, понятия. И называют любовью то, что любовью не является. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.